В округе прошла традиционная встреча с жителями в формате выездной администрации. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, депутатам, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органах. Об итогах встречи расскажет наш корреспондент. Прям такой набор, где много рабочих, по слову говоря, можно и историю нашего края, район, город, округа, старая история, новая. Создатель частного музея «Спички» предложил издать к 400-летию Люберец сувенирный набор с портретами известных исторических личностей и местными достопримечательностями. Глава округа идею поддержал. Любовь Векшина пришла с наболевшим вопросом нехватки участковых терапевтов в поликлинике на улице Гаршина. Я то и дело бегала то в одну, то в другую, то в третью этих терапевтов. Вот шесть поменяла, она шла, они сказали, будут терапевты, еще много врачей будут. У автолюбителя со стажем Евгения Корнеева вопросов накопилось много. Но главный – несоблюдение водителями больших грузов правил дорожного движения и несанкционированная остановка на пересечении улиц Пионерской и Гоголя. Там маршрутки сажают непосредственно на пешеходном переходе людей. Ну и они, соответственно, там ожидают. Это по правилам запрещено, там постоянно возникает из-за этого аварийная ситуация. Плюс там параллельно еще осуществляется парковка фур на этом месте, что еще больше усугубляет обстановку с безопасностью. На встрече рассмотрели вопросы уборки дворовых территорий от снега, запуска маршрута от станции Томилина до метро Котельники, начало строительства храма в микрорайоне Птицефабрика. Все обращения зафиксировали и взяли в работу. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова